Разведчик полковой разведки Константин Кругликов был всегда на передовой. Был участником битвы на Курской дуге, а завершил службу, получив ранение под Кёнигсбергом. Ему 95, но июнь 41-го, как и май 45-го, помнит детально. Отменная память. Хотя разве такое можно забыть? Свежи в памяти кровопролитные бои в окрестностях Белгорода. Тысячи танков участвовали одновременно в бою. И за весь бой там погибло, было сожжено 8,5 тысяч танков. Представьте себе поле, чтобы расположить 8,5 тысяч танков сгоревших. Воспоминания Константина Кругликова и его участие в важных для страны событиях и подвигах подкрепляет большое количество медалей и орденов. Ветерану есть, что сказать этому миру и его молодежи. Сегодня в квартире седовласого героя особенно многолюдно. Послушать их, главное услышать. Истории военных лет из первых уст. Пришли активисты Союза молодежи, учащиеся седьмой школы. Чем запомнилась встреча ребятам? Юноши отвечают уверенно. Его рассказами про военное время, про разведку. Это было интересно, потому что нигде такого не услышишь. Мы сами проходим историю Беларуси сейчас в 10 классе. И что-то добавляет нам, это новую какую-то информацию получаем. То есть было достаточно интересно послушать. Мы последнее поколение, которое может увидеть живых ветеранов, с ними пообщаться, узнать что-то новое, для себя открыть. Как это не страшно признавать, но это поколение последнее, которое застанет ветеранов, настоящих ветеранов Великой Отечественной войны живыми. Поэтому эту память хочется передать в том неподдельном виде, который она есть. Ветеранов школьники посещают регулярно. И такое внимание не только в преддверии важных праздников и значимых дат. Ведь, как бы страшно это ни звучало, мы последнее поколение, у которого есть возможность обнять и пожать руку героям, которые подарили мирное небо над головой. А потому так важно поторопиться, чтобы успеть сказать спасибо. Спасибо.